Российский рынок акций демонстрирует преимущественно нисходящую динамику вот уже на протяжении трех месяцев. Однако следует помнить, что с коррекцией на рынок приходят новые инвестиционные возможности, а те акции, которые раньше были оценены относительно дорого, теперь можно приобрести по весьма привлекательным ценам. В этом видео мы расскажем о десяти компаниях, акции которых, на наш взгляд, ощутимо недооценены, и по мере возвращения активности покупателей на рынок будут значительно переоцениваться им в пользу роста. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции российских компаний. Кэшфлоу. Ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом, а мы начнем наш список с одной из крупнейших российских сталилитейных компаний, основным активом которой является Новолипецкий металлургический комбинат. Акции компании снизились со своих локальных максимумов более чем на 35%, и вот уже достаточно длительное время бумаги торгуются в рамках боковика, не демонстрируя выраженной динамики. Мы в свою очередь отметим, что за исключением некоторых нюансов с бизнесом у компании все отлично. Цены на металлы на внутреннем рынке держатся на должном уровне, и сильных проблем со спросом у компании не наблюдается. Также следует отметить, что НЛМК сохранил значительную часть поставок в Евросоюз, который в последние месяцы импортирует все большие объемы железа и стали из России. С учетом вышеперечисленных факторов, даже несмотря на наличие локальных проблем, по мере возвращения активности покупателей на рынок, акции НЛМК, на наш взгляд, будут динамично переоцениваться рынком в пользу роста. Лукойл. Компания Лукойл является одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний, занимающиеся добычей нефти, природного газа и производством нефтепродуктов. На момент записи видео котировки нефтегазового гиганта снизились со своих максимумов уже более чем на 23%, торгуясь на уровнях сентября 2023 года. Сейчас Лукойл оценивается приблизительно в 3,6ХПЕ при медианном значении по сектору в 4,4Х, что с учетом потенциальной дивидендной доходности более 15% годовых делает Лукойл одной из самых недооцененных компаний в секторе. Помним и про потенциальный драйвер в виде запроса Лукойла на обратные выкупы акций с дисконтом у инвесторов-нерезидентов, при реализации которого котировки компаний могут взять уверенный курс на повышение. Мы в свою очередь сохраняем позитивный взгляд на бумаги Лукойла, и по мере отскока рынка ожидаем их значительной переоценки в пользу роста. Далее Сбер. На сегодняшний день Сбер являются крупнейшей финансовой экосистемой, объединяющей огромное количество сервисов и услуг под единым брендом. Котировки финансового гиганта на момент записи видео снизились со своих локальных максимумов уже более чем на 15%, оставив за собой внушительный дивидендный гэп, который котировкам рано или поздно предстоит закрывать. Отметим, что по итогам первого полугодия Сбер заработал 816 миллиардов 100 миллионов рублей чистой прибыли согласно финансовому отчету банка по МСФО, что в годовом выражении даже опережает прогноз, который компания давала весной. Также следует отметить, что дивиденды за 2024 год на фоне увеличения прибыли вполне вероятно превысят рекордные дивидендные выплаты за прошедший 2023 год, что придает бумагам компании еще большую привлекательность. Мы в свою очередь сохраняем позитивный взгляд на бумаги Сбера, несмотря на заявления многих критиков компании, которые в один голос твердят, что показатели финансового конгломерата вот-вот рухнут. Факты пока говорят об обратном, а сама компания находится на пороге очередного рекорда по прибыли и очередных рекордных дивидендов. Кстати, друзья, подпишитесь на наши телеграм-каналы. Основной канал Кэшфлоу «Ваш денежный поток» посвящен фундаментальному анализу. Там мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Там есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. И второй наш канал с сигналами, где мы торгуем на ежедневной основе. Как в лонг, так и в шорт. Кстати, прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наши каналы, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Ссылки на все наши каналы оставим в описании. Яндекс. Рассмотрим акции представителя технологического сектора, который занимается разработкой и реализацией различных цифровых услуг и сервисов, которые значительно упрощают нашу с вами жизнь. Также Яндекс активно работает над созданием беспилотных автомобилей и управляет собственной сетью центров обработки и хранения данных. Относительно недавно компания наконец завершила процедуру вреда мицелляции и окончательно переехала в дружественную юрисдикцию. Столкнувшись, однако, с навесом продаж в первой неделе торгов под новым тикером. Бумага уже ощутимо скорректировалась со своих локальных максимумов и теперь торгуется по весьма привлекательным, на наш взгляд, ценам. Яндекс раз за разом демонстрирует уверенный рост ключевых метрик бизнеса, активно работая над развитием рекламного сегмента, который уже приносит компании ощутимые доходы. Отметим также, что компания решила впервые в истории порадовать инвесторов дивидендами, которые составят 80 рублей на акцию, что может свидетельствовать о том, что компания намерена и дальше выплачивать своим инвесторам дивиденды, последовательно увеличивая их размер. Навес продавцов в компании уже практически иссяк, а значит, по мере восстановления активности покупателей на рынке, акции Яндекса могут перейти в фазу динамичного роста. ТКС Холдинг ТКС Холдинг, известный в широких кругах как Т-Банк, является одной из крупнейших финансовых организаций страны и предоставляет банковские и брокерские, страховые и прочие услуги, делая упор на цифровые каналы коммуникации. Во второй половине июня акции ТКС Холдинга были включены в индекс голубых фишек московской биржи, что, в свою очередь, расширило возможности компании и вовлеченность со стороны крупных институциональных инвесторов, которые ориентируются на индексы в ходе принятия инвестиционных решений. Не следует забывать про судьбоносную сделку по интеграции Росбанка, которая движется к своему конечному этапу. Компания ожидает увидеть значительное повышение эффективности и темпов роста бизнеса после окончательного присоединения Росбанка, обозначив цель по рентабельности объединенной группы, равной 40% возврата на капитал, что, в свою очередь, ощутимо выше среднего показателя по сектору. Оцениваем перспективы ТКС Холдинга позитивно и в потенциале ждем бумаги финансового гиганта значительно выше текущих уровней. Друзья, трудно делать видео, не видя вашей поддержки. Давайте все вместе, общими усилиями, наберем 3000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Далее, Новотек. На сегодняшний день компания Новотек является одной из крупнейших нефтегазовых компаний, занимаясь добычей природного газа и специализируясь на производстве и реализации сжиженного природного газа – СПГ. Ни для кого не секрет, что компания ощутимо пострадала от санкционного давления, на фоне чего акции компании демонстрируют преимущественно нисходящую динамику уже около года. Следует, однако, отметить, что, опираясь на результаты второго квартала и первого полугодия 2024 года, Новотек сохраняет устойчивость бизнеса даже в условиях санкционных потрясений. Также относительно недавно компания сообщила о планах начала строительства своего нового проекта «Мурманский СПГ» в 2027 году, который будет производить 13,6 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Завершение строительства проекта планируется в 2030 году. Долгосрочно проект способен добавить производственный объем компании и не требует специализированного флота танкеров-газовозов, что при сохранении спроса на СПГ и уровня цен на него позволит компании получить существенный прирост в доходах. Сохраняем позитивный взгляд на перспективы Новотека и считаем, что текущие проблемы со временем будут в большей мере решены, а котировки акций, наконец, выйдут за пределы нисходящей тенденции. Астра Компания Астра занимает лидирующие позиции на российском и международном рынках информационных технологий и специализируется на разработке программного обеспечения и технологий защиты информации. В основе IT-решений компании лежит многофункциональная операционная система Астра Линукс, сертифицированная для работы с данными высокой степени конфиденциальности. Уход с российского рынка недружественных компаний открыл для Астры поистине огромные возможности, которые компания умело берет в свои руки. Так, по итогам первого полугодия, ключевой показатель в лице объема отгрузок компании вырос аж на 67% в год-году, составив порядка 5,5 миллиардов рублей, и это с учетом того, что 70% отгрузок компании обычно приходится на второе полугодие, результаты которого с учетом текущей динамики также не должны разочаровать инвесторов. Астра продолжает успешно реализовывать стратегию роста, активно инвестируя в команду и разработки, а также укрепляя лидерские позиции на рынке инфраструктурного программного обеспечения. Оцениваем перспективы технологического гиганта позитивно и в потенциале, ждем значительной переоценки акций компании в пользу роста. Газпром. Вспомним и про бумаги национального достояния, которые, несмотря на попытки роста, пока по-прежнему торгуются недалеко от своих исторических минимумов, на что, безусловно, есть свои причины. Однако следует отметить, что Газпром начал работать над восстановлением ключевых финансовых и операционных показателей. Так, добыча газа в России в первом полугодии выросла на 8,3% год-году, до 357,3 миллиардов кубометров. Наибольший прирост показал Газпром. Также стало известно, что компания начала активно наращивать как экспорт природного газа, так и его поставки на внутренний рынок. Локальные проблемы Газпрома, безусловно, пока никуда не делись, но для инвесторов с относительно длительным горизонтом инвестирования, на наш взгляд, по текущим ценам Газпром выглядит как весьма привлекательная бумага, которая однозначно будет ощутимо переоцениваться рынком по мере улучшения новостного фона вокруг компании. Роснефть. На сегодняшний день компания Роснефть является одной из крупнейших нефтегазовых компаний не только в России, но и во всем мире. Как и многие другие представители нашего топа, бумага ощутимо снизилась со своих локальных максимумов по ряду объективных и необъективных причин. Отметим ряд важных моментов. Во-первых, Роснефть активно экспортирует свою продукцию в тесной связке с государственными интересами и с поддержкой со стороны государства, активно развивая энергетические отношения с азиатскими странами в целом и Китаем в частности. Во-вторых, по текущим ценам Роснефть является одной из самых дешевых компаний по показателю ПЕ в своем секторе, а также генерирует стабильный денежный поток, обладая предсказуемыми дивидендами и диверсифицированными каналами сбыта. Ну и в-третьих, рынок по-прежнему игнорирует потенциальный драйвер роста в лице проекта «Восток Оил», который может быть запущен уже в текущем году и который сулит компании значительный рост объемов добычи и ощутимый потенциал наращивания финансовых показателей, что, безусловно, найдет отражение и в будущих дивидендах. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги нефтегазового гиганта и ждем значительной переоценки акций компании в пользу роста. Самолет. Группа компаний «Самолет» – одна из крупнейших федеральных корпораций в области строительства и девелопмента, в которую входят различные направления бизнеса, включая сервис квартирных решений «Самолет Плюс», фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финансовые технологии, девелопмент-проектов во всех сегментах и по всей России, индивидуальное жилищное строительство и некоторые другие проекты. Вот уже на протяжении долгих месяцев котировки компании демонстрируют неуклонное снижение. Бумаги компании рухнули со своих локальных максимумов уже более чем на 40%. На сектор недвижимости продолжает оказывать ощутимое давление жесткая монетарная политика Банка России и отмена значительной части льготных программ, на фоне чего инвесторы опускают котировки крупнейших представителей строительного сектора все ниже и ниже. Важно помнить, что текущая обстановка не продлится вечно, а сама компания, наряду с другими ведущими представителями сектора, не раз заявляла о том, что более длительное сохранение жестких монетарных условий и сокращение льготных программ не окажет существенного влияния на спрос и ключевые метрики бизнеса. По заверениям менеджмента, компания активно прорабатывает сценарии дальнейшего развития событий и стремится минимизировать негативное влияние вышеперечисленных факторов на свою деятельность. С учетом всех текущих проблем и потенциальных перспектив, на наш взгляд, акции компании оценены достаточно дешево, и по мере решения локальных проблем и улучшения общерыночного фона, крупные покупатели могут всерьез присмотреться к акциям высокотехнологичного девелопера. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в Телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, а также посмотреть наши предыдущие видео. И напоминаю вам, что у нас есть еще YouTube-канал по крипте. Все ссылки в описании.